Президенту Российской Федерации, Государственному департаменту США, Совету Европейского Союза, Совету Безопасности ЕС, временно исполняющему обязанности президента Украины, временному спикеру парламента, временно исполняющему обязанности Верховного Главнокомандующего Александру Турчинову, временно исполняющему обязанности премьер-министра Украины Арсению Яценюкову, народным депутатам Украины, без всех исключения фракций. а также украинской и мировой общественности и средствам массовой информации. Обращение. Мы, жители осажденного Славянска, обращаемся к представителям украинской власти, Госдепа США и Евросоюза, а также к мировой общественности и журналистам. В нашем городе идет настоящая, жуткая, страшная война. Под нашими окнами, в наших дворах рвутся мины и снаряды. Ежедневно на наших улицах слышна автоматная перестрелка. Мирные жители гибнут от осколков разрывающихся гранат, от пульс снайперов и взбесившихся вояк так называемой украинской армии. В нашем, еще недавно мирном небе, кружатся военные вертолеты. Низко над домами пролетают истребители. По улицам ездят танки, БТР и другая тяжелая военная техника. Ни одна ночник проходит спокойно, без взрывов бомб, канонады пушек и артиллерии. Нас, жители мирного городка, называют террористами и сепаратистами. Нас преследуют и убивают только за то, что мы не хотим жить под руководством нелегитимной киевской власти, пришедшей к руководству на крови погибших участников Майдана, не нацистов и бандеровцев. У нас совершенно другие моральные и нравственные ценности, другая история и язык, другие герои и памятники. Мы не хотим жить в стране, где основные государственные посты занимают ставленники Госдепа и ЕС. А в главном законодательном органе Верховной Раде заседают люди, враждебные к нам идеологией. Мы обращаемся ко всем мировым и государственным, и общественным структурам с настоятельным требованием прекратить военные действия на территории Юго-Востока. Наши дети не ходят в школу и детский сад, не спят по ночам, вздрагивают и плачут от разрывов снарядов и бомб. Наши старики, пережившие ужасы одной страшной войны, имеют полное право жить в мирной стране, которой они отстояли для нас. Мы, жители Славянска, говорим во всеуслышание. Руки прочь от наших домов, от нашего города, от нашего Юго-Востока, от наших детей, ветеранов, инвалидов. Хватит неоправданных жертв со стороны государства Украина. Хватит погибших и раненых. Мы не сдадимся. Победа будет за нами. Это первое обращение. Мировой общественности, президентом всех стран, Организации Объединенных Наций, Совету Безопасности ЕС, исполняющему обязанности президента Украины Турчинову, исполняющего обязанности премьер-министра Украины Яценюку, депутатом Верховной Рады Украины. Обращение, но здесь женщин, читаю, жителей, жителей города Славянска. В результате вооруженного столкновения крайне радикальных националистических группировок с силовыми структурами Украины с ноября 2013 года по февраль 2014 года произошел вооруженный захват государственной власти националистическими группировками «Правый сектор», «Самооборона Майдана», «Организация Свобода», которые, нарушая всевозможные процедуры, закрепленные Конституцией Украины, международным ратифицированным правом, угрожая физической расплатой депутатам Верховной Рады Украины, произвели незаконное постановление по смещению с должности президента Украины Януковича Виктора Федоровича. Данные националистические группировки основаны на принципах шовинизма, русофобии, ненависти к людям, придерживающихся других взглядов, чему являются подтверждением многочисленные видеосюжеты во время так называемого Евромайдана с призывами вешать и убивать русскоязычное население Украины, представителей Коммунистической партии Украины, из которых они сформировали образ врага. Данные лозунги гласили «Москалей на ножи», «Москаляку на геляку», «Комуняку на геляку», «Смерть врагам», «Украина для украинцев». Требования жителей Юго-Востока, государственным органам власти, навести порядок и вернуться в правовое поле Украины, освободить захваченные административные здания новой радикально-националистической группировкой, были проигнорированы. Вместо этого на центральных площадях городов Юго-Востока начались разгоны мирных митингов, националистическими группировками и правый сектор, и самооборона Майдана, чему является подтверждением события в Харькове, Николаеве, Одессе. Пользуясь принципами, изложенными в Уставе ООН и международных договорах, расифицированных Украиной, с целью недопущения развязания террора и геноцида местного населения Юго-Востока, народным пополчением было принято решение о проведении референдума о статусе областей Юго-Востока. Националистическая группировка, захватившая власть, ответила массовыми арестами активистов, запугиванием местных жителей, террором по отношению к инакомыслестью. Результаты происходящего при полном самоустранении органов государственной местной власти, отвечающих за право порядок в стране, местным народным ополчением, было принято решение самостоятельно защищать местное население. После чего самопровозглашенные киевские власти развязали незаконные боевые действия на территории города Славянска-Краматорска, при этом замаскировав свои бандитские группировки под насквих созданную силовой структурой Национальной Гвардии. Мы, жители осажденного Славянска, обращаемся к мировой общественности, президентам всех стран, организациям объединенных наций, Совету безопасности ЕС, исполняющие обязанности президента Украины Турчинову, исполняющего обязанности премьер-министра Украины Оценяку, депутата Верховной Рады. В нашем городе идет жуткая страшная война. Под нашими окнами в наших дворах рвутся мины и снаряды. Ежедневно на наших улицах сусна автоматная перестрелка. Мирные жители гибнут от осколков разрывающихся гранат, от пуль снайперов и сбесившихся вояк так называемой украинской армии. В нашем еще недавно мирном небе кружатся военные вертолеты. Низко над самолетами пролетают истребители, над домами пролетают истребители. По улицам ездят танки, БТР и другая тяжелая военная техника. Ни одна ночь не проходит спокойно без взрывов бомб, канонады пушек и артиллерии. Нас, жители мирного городка, называют террористами и сепаратистами. Нас преследуют и убивают только за то, что мы не хотим жить под руководством нелегитимной киевской власти. Пришедшие к руководству на крови погибших участников Майдана, не нацистов и бандеровцев. У нас совершенно другие моральные и нравственные ценности, другая история язык, другие герои и памятники. Мы не хотим жить в стране, где основные государственные посты занимают люди, несущие чуждую нашему народу идеологию, защищающие интересы не Украины, а других стран. Мы обращаемся ко всем мировым государственным и общественным структурам с настоятельным требованием прекратить военные действия на территории Юго-Востока. Наши дети не ходят в школу и детский сад, не спят по ночам, вздрагивают и плачут от разрывов снарядов и бомб. Наши старики, пережившие ужасы одной страшной войны, имеют полное право жить в мирной стране, которую они отстояли для нас. Мы, жители Славянска, говорим во всеуслышание, мы хотим мира, мы хотим жить на нашей земле, свободной от национал-фашистской хунты. Просим вас остановить вооруженное противостояние и дать возможность нам вырастить наших детей в мирной стране с надеждой на счастливое будущее. Обращение принято на митинге 20 мая 2014 года жителями Славянска. Первое было принято на эмоциях, второе уже немножко подработанное. Почему подработанное? Потому что ориентируемся на мировую общественность. Мы хотим узнать, чтобы о нас весь мир знал, заявить всему миру. Первое, понятно всем, кто живет на Юго-Востоке, но нам нужно, чтобы нас поняли и Западная Украина, и Германия, и та же самая США, чтобы там везде есть люди. И эти люди понимать должны, что происходит. Мы не просто их просим нам помочь, а просим и требуем обратить внимание на наше руководство, которое пришло, так называемое, к власти военным путем. И военным путем нас сегодня ставит на колени. Вот почему получилось два. На ваше усмотрение. За какое мы принимаем, какое обращение? Второе. Второе. Возьмите руки, кто за второе? Кто за второе? За победу нашу. Победа нашу. Славянск нашу. Дорогие сограждане, я обращаюсь к вам. Мы все время слышим, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Новороссия. Ну вот Донбасс, а я вижу только славянский Краноторск. Так вот я обращаюсь ко всем жителям Донбасса. Вы где? Вы ждете, пока нас разобьют? Когда нас сравняют? Так я призываю вас, просыпайтесь. У вас такие же дети и внуки, как и у нас. И вам не придется отсидеться. К вам придут так же, как и к нам. Правильно, после Славянска будет. Донбасс, давай! Донбасс, давай!